Церемонию торжественного открытия нового автовокзала не смогла мрачить погода. Несмотря на проливную дождь, перед зданием собрались все те, кому небезразлична судьба города. Участие в мероприятии принял премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Глава правительства высоко оценил уровень нового объекта и в целом масштаб качественных преобразований, которые произошли в областном центре к его миллениуму. Обличие города переиначивается литерально на ватчах. Узводятся мосты, приводятся в парады дороги, добро упроковываются парки, изъявляются новые социальные объекты. Я шепал года тому, мы открывали крытый футбольный момент. Сегодня у вас черговое новоселье. Поблагодарил за личное присутствие на таком мероприятии главу правительства, губернатор региона Анатолий Лис. Председатель областного исполнительного комитета отметил особое значение нового объекта и важность его размещения именно в этой зоне. Этот объект, он очень функционально расположился именно в этом месте, так как для удобства граждан, которые прибывают по железнодорожным линиям, на международный вокзал, близость, перехода. Также сегодня здесь создана инфраструктура, которая будет выходить на западный обход нашего города, за который продолжается строительство. Поэтому это прекрасные объекты, очень удобные для жителей и гостей нашего города. Воплощение автовокзала в стекле – идея белорусских архитекторов, которые постарались сохранить в концепции здания стиль рядом стоящего железнодорожного вокзала с применением современных материалов и европейских технологий городостроительства. По структуре самого здания, оно разбито на три части. Есть зал административный, центральный зал ожидания и билетные кассы. И точно так же выстроены антфилады и ЖД вокзал, если обращали внимание, шпиль, потом колонная площадь, потом билетные кассы. То есть есть внутренняя энергия сооружения, и вот попытались сделать эту энергию, ее повторить. Но материал уже другой, время другое. Работники предприятия «Полесье жилстро» и представители подрядных организаций приступили к работам над новым вокзалом еще в ноябре 2017-го. Строительство здания проходило параллельно с реконструкцией улицы Орджоникидзе. Теперь к автовокзалу вплотную подходит общественный транспорт. Более удобно здесь организовано автомобильное движение, а прямо напротив нового объекта появилась автопарковка. Объект очень интересный. Я скажу, что даже больше, я даже горжусь этим объектом, потому что он на самом деле получился на славу. Я думаю, что ни один житель города Бреста не будет недоволен и самим объектом, и услугами этого объекта. Да, мы его на один месяц сдали раньше, и в принципе это планово, можно сказать, сдали, потому что объект практически на 90% был до Нового года уже готов. Вот, осталась была система наладки всех информационных направлений, поэтому объект хороший. Пассажиры оценили комфортность нового здания уже в первый день работы автовокзала, и их ощущения подкреплены реальными фактами. Вместимость порядка 250 ожидающих, а пропускная способность более 7 тысяч человек в сутки. Предусмотрена также комната матери и ребенка, со временем появится кафе. Особое внимание было уделено созданию безбарьерной среды. Для людей с ограничениями в передвижении, пологие спуски и удобные пороги для граждан с проблемами по зрению, специальная плитка, помогающая ориентироваться в пространстве. Мне нравился очень вокзал, красивый, просторный, много места для ожидающих. Вообще прекрасно все. Стало симпатично, больше света, красивые парковки, удобно заезжать сюда, в троллейбусе, удобно. Говорить автовокзал будет на трех языках. Зарубежные рейсы объявят на английском, русском и белорусском. Дублирует информацию цифровое табло. Ко многим новшествам работники автовокзала пока привыкают, но своим зданием гордятся. Таких красивых и современных объектов пока еще немного. Очень светло, на старом автовокзале было темно, но было уютнее. Еще пока мы здесь не обосновались, но плюс в том, что здесь большой зал ожидания, здесь очень много скамеек, большие кабинеты у нас, очень просторная комната отдыха, что немаловажно. Ну, пока обосновываемся. Вы довольны? Очень. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Чербантан, Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.